Здравствуйте! В эфире новости Смоленская АЭС. В студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. К нам приехали два эксперта ВАО-АЭС с целью обсудить конкретные вопросы. Смоленская станция готовится к партнерской проверке ВАО-АЭС. Наше водохранилище относится к водоему-хвалителю первой категории, является одним из самых больших водоемов в концерне «Росэнергоатом». Паводковая ситуация под контролем. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой, второй, третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2655 мегаватт. Выработка электроэнергии за 13 дней марта составила 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 120 миллионов. С начала года выработка составила 4,9 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 753 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 6-7 марта на Смоленской АЭС прошла деловая встреча представителей Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции, с руководителями и специалистами Смоленской атомной электростанции. Темой встречи стало обсуждение предварительных материалов для подготовки к проектно-информированной партнерской проверке, которая пройдет в этом году на Смоленской атомной электростанции. Как отметил представитель ВАУ-АЭС на Смоленской станции Дмитрий Базарев, эксперты ассоциации обсудили со смоленскими атомщиками конкретные вопросы для подготовки к партнерской проверке в проектно-информированном формате, который в дальнейшем станет стандартным. Партнерская проверка ВАУ-АЭС будет проходить на Смоленской станции с 5 по 20 октября. По следующим направлениям – эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита и безопасность, химия, подготовка персонала, приоритетные эксплуатационные цели, управление работами, надежность оборудования, управление конфигурацией, совершенствование производственной деятельности, опыт эксплуатации, эффективность организационной структуры, противопожарная защита, противоаварийная готовность, фундаментальные производственные задачи, профессионализм и лидерство. Данная деловая встреча проходит в рамках подготовки к партнерской проверке, которая будет проходить осенью этого года. К нам приехали два эксперта ВАУ-АЭС. Обсуждается информация, которая в дальнейшем поможет качественно провести партнерскую проверку. Напомним, что 16 февраля в ходе предварительного визита команда экспертов ВАУ-АЭС выполнила обход энергоблоков атомной станции, а также провела наблюдения за процессом обучения в УТП, в том числе за тренировками операторов блочного счета управления на полномасштабном тренажёре. 10 марта на Смоленской атомной электростанции состоялось заседание паводковой комиссии, в котором приняли участие руководители подразделений станции, представители Московского Окского бассейнового водного управления, управления по делам ГО и ЧС Смоленской области, Десногорска и администрации города. Смоленское атомное на самом деле выполняет свои функции. Паводок на нас никаким образом негативно не влияет, не воздействует. Основную задачу выработки тепловой и электрической энергии мы реализуем. По словам заместителя руководителя Московского Окского бассейнового водного управления по Брянской области Валерия Захаренкова, ежедневно в период весеннего половодья смоленские атомщики сообщают в управление все данные по объёмам воды и отметкам её уровня в водоёме. И в интернет-изданиях, и в средствах массовой информации мы стараемся разъяснить, что даже если атомная электростанция при максимальных сбросах сбросит свою максимальную воду, то катастрофических затоплений на территории города Брянска не будет. Для того, чтобы уменьшить воздействие паводковых вод на территорию Брянской области, в зимний период путём сброса воды через створ плотины, на Десногорском водохранилище была подготовлена резервная ёмкость объёмом 40 миллионов кубометров для принятия талых вод. Сейчас она заполнена менее чем наполовину. Следует отметить, что для Смоленской станции пропуск паводковых вод – ежегодно планируемое событие, к которому предприятие готовится заранее. Паводковая комиссия в составе руководителей подразделений приступила к работе ещё в январе, чтобы своевременно обеспечить безопасную и надёжную эксплуатацию атомной станции в период весеннего половодья. Также в преддверии весеннего разлива были обустроены искусственные нерестилища для рыбы. Кстати, в этом году поступление большого количества талой воды в водохранилище создало комфортные условия для их тел фауны. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok